И наконец, с оправдой и новоценный подарок до свято. В рабочем поселке Большавик Гомельского района сегодня очинили двери. Для новоселов два жилых шмат-кватерные домы. В одном из них есть автономная электрокотельня. Для области икраины это уникальный проект. Вероника Гамзюкова побывала на открытии. Это арендная 60-кватерная шмат-поверховка. Первая в краине, в которой генерация тепла отбывается во властной котельне. В подвале установлены три огульнодомовые электрокотлы. Огульной могутностью 260 кВт. Два зают для отопления, один для подогрева воды. Теперь у Жихаров дома будет горячая вода круглый год. Подогрев поддерживается постоянно. Больше затоя в экстренных выпадках один бак с четырех наполнится горячей водой за 20 хвилин. Зменится для Жихаров и система оплаты отопления. В каждой квартире у нас установлен индивидуальный теплощетчик на отопление. И жилец может заключить договор с обслуживающей организацией. И в будущем оплачивать за потребленную энергию за свою квартиру. На данный момент, пока жильцов на доме нет, производится учет тепловой энергии через общий домовой счетчик. Будовництво подобных жилых домов вядется с метой выкористовывать ресурсы белорусской атомной электростанции. С вводом БелАЭС и повеличением выпрацовки электроэнергии в регионе плануется поширить количество объектов жилевой и социальной инфраструктуры. Уже у Снежних этого года Гомельский домобудовничий комбинат сдаст еще одну шмат поверховку с уластной котельной в подвале и электроконвекторами у каждой квартиры. В планах на наступный год побудовы еще двух аналогичных домов. В уголе 2020 для компании повод для попередних выников склався неодренна. Закончим его с прибылью. На следующий год, первое полугодие, уже набран портфель заказов. Ну и работаем дальше. У нас смешанное и коммерческое, и для нуждающихся, и арендное жилье. Ну и также работаем за границей. Енать и Людмила Антипенко худко станут новоселами. Больше за 50 год яны прожили у трехпокаевой квартиры в дравляном доме. Тогда будовали с дошек, а простору по межиме засыпали пилованием. С часом у квартиры стало холодно, и навод завелися пацуки. Переезду на вобудовлю семья чекает с нетерпением. Очень хорошее качество выполненных работ. Отделка, обои, полы, все сделано, как говорится. Не нужно будет никаких затрат дополнительных лично нам, как будущим жильцам. Вот. Ну и самое... Мы, собственно, как говорится, жители поселка наблюдали эту стройку от начала до конца. Вот. И вот хорошо, что это совпало с такой знаменательной датой. Мы еще у худших жили, в разбитых гнилых. Вот. Ну, дело туда, в бараках. А это сказка по сравнению с тем, что мы жили. Хоть, как говорится, к старости человеческим образом пожить. А кроме инновацийного, сегодня сдали и обычный 40-квартирный жилый дом. У сего в Гомельском районе за этот год эксплуатацию ввели больше за 35 тысяч квадратных метров жилья. Только в рабочем поселку Большевик появились 5 приватных и 2 шмат поверховые домы. До конца 2020-го сдадут еще один дом для шмат детных семья. Сейчас в рабочем поселку проживает больше за 3 тысяч человек. С их 145 семья стоят на улику, мающих потреб у поляпшения жильевых умов. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, Телера, Део компания «Гомельс» Гомельского района.